Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием No Man's Sky. Итак, сейчас нужно передвигаться в сторону корабля, если я всё правильно понял. Тут опять роботы летают. Игрушка дико великолепная, и вот я не могу точно сказать почему, но она невероятно затягивает. То есть вот-вот-вот оторваться от неё очень и очень сложно. Дикий восторг. Просто чувство дикого восторга. Так, это что такое? Это Тамий. Хорошо. Он необходим. Просто необходим. Сканер, кстати, меня очень радует. Со сканером можно много исследовать, и сразу понятно, в каком направлении куда надо идти. Так, сколько там до корабля нужно? Две минуты нужно до него топать. Ну, бежать, спринтить, использовать джетпэг. Так, а здесь сколько нужно? А здесь минута тридцать. Ну, не знаю, нужно ли это или нет. Ну, наверное, для того, чтобы изучить новое слово, получается. Как-то так. Так, что это это? Плутоний. Ладно. Плутоний, он лишним не бывает. Это уже показала практика. Ну, уже тут практически добежал я до корабля. Единственное, вот, я практически понял, как починить импульсный двигатель. Но я не знаю, где здесь взять цинк. Вот серьезно. Так, железо к железу. Нет, получается нельзя складывать, да? Нет? Нет. Так, хорошо. Я не знаю, где здесь цинк найти. Вот геридий нашел. Вот эти вот пластины сделал. Хорошо, круто. Но, блин, где здесь найти цинк? Я не представляю. Надо будет сейчас к звездолету подойти и там посмотреть повнимательнее. Может быть, я что-то пропустил в какой-то момент. Такое тоже вполне может быть. И этому не стоит удивляться совершенно. Ну-кася. Опа. Вот, вот это надо месторождение сейчас раскупорить. Опа. Нет свободных ячеек. Это плохо. Надо все переправлять. Титан даже нашел. Так, сфера концентрации. Золотистая металлическая сфера, временно увеличивающая производительность электронных форм жизни. Ладно. Хорошо, а это что за кустик? Цинк. Оксид. Вот он, цинк. Так, ну теперь, если я все правильно понял, уже можно починить, да? Да, можно. Так, а теперь с помощью Тамия-9 можно зарядить. Технология заряжена. Отлично. Я очень рад. Так, углерод. Ну, я не буду брать, наверное. Если что бы я и стал брать, то это цинк. Заправить взлетные ускорители теперь нужно. Вот Тамия-9 как раз очень хорошо подходит для таких вещей. Здесь, по-моему, где-то... Где-то вот тут вот. Еще можно Тамия-9 раздобыть. Так, платина. Пускай будет. Почему нет? Углерод. Нет. Вот он Тамия-9. Так, опять-таки углерод. Все энергии отмечены значками с энергией. А вот еще... Ух ты! Обломки. Требуется атлас пас-1. А как его сделать? Этот атлас пас... Я даже не знаю. Здесь такого нету. Тут тоже. Хорошо, а вот эти ящички. Изотоп. Но это Плутоний. Это, получается, не совсем то, что я хотел. Ну, ладно. Надо, значит, идти к кораблю. Так, вот это что такое? Здесь прямо рядышком просто находится. Надо посмотреть. Так, во. Платина. Отлично. Ну, вот. Вот и готово. Так, удерживайте специальную кнопку, чтобы взлететь. Так, хорошо. Отправьтесь в космос. Так, хорошо. Отправьтесь в космос. Это место. Посмотреть, что здесь есть. Так, это. Место, где корабль что ли было? Нет, не похоже. Нет, 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 как, как здесь сесть? Как здесь сесть? Ага, вот что-то я здесь, точка восстановления сохранена. Во, что-то какая-то база. Пройдено 5000 чего-то. Требуется атлас пас. А он здесь везде требуется? Опа, так. Все, надо переправить. Вот что делать? Нужны свободные ячейки. Защитный осколок найден. Энергетический баллон. Плутоний. Опять-таки плутоний, хорошо, просто супер. Так вот, здесь что, можно открыть? Ух ты, здрасте. Это гек? Смутность, гармония, модификация. Так. Вот, блин. Нужны юниты. Ого как. Все ясно. Анализ технологии мультитула. Открыта новая технология. Фокусировка луча сигма. Расщепитель быстрее обрабатывает богатой ресурсами материала. Устройство будет быстрее извлекать элементы из кристаллов, каменных пород и растений. После создания в инвентаре мультитула, пользователь работает автоматически. Так, хорошо. Тогда, это что такое? Газ, который воины вайкинов вдыхают, чтобы временно увеличить объем легких и издавать высококачественные боевые кличи. Так, 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 так. Расщепитель. Вот мультитул. Для расщепителя. Вот технология. Так, плазмомед. Это уже есть технология, да? Боевое оружие для перезарядки необходимые затопы. Мощность ресепителя повышается, что позволяет быстрее разрушать ландшафт. Нет, вот это вот. Быстрее обрабатывать. Технология установлена. Так, и можно еще одну технологию, да, сделать. Вот, например, вот это. И заправить еще нужно. Источник энергетического геля, обладающий повышенной емкостью. Оптимизирует хранение энергии в экзокостюме и инвентаре звездолета. Используется во многих видах оружия, а также в системе жизнеобеспечения. Все понятно. Так. Сначала можно углерод использовать. Так, что еще здесь есть? Аван-пост. Добро пожаловать на галактический рынок. Продавайте предметы из своего инвентаря. Ну, к примеру, какие. 12 тысяч. Почти 13 тысяч. Юн. Можно продать. Но я не знаю. Не буду, наверное, пока этого делать. Так, а что еще здесь есть, получается, из того, что можно хорошо плутать? То нехорошо продается, потому что редкий. Ну, ладно. А купить что можно здесь? Здесь защитный лист, энергетический гель, нестабильная плазма, лист корито, геридий, платина. Геридия вообще тут стоит копейки просто. Цинк тоже дешево очень стоит. Все ясно. Так, далее. А можно поговорить с ним? Небольшое существо выглядит очень занятым. Похоже, оно подсчитывает торговую прибыль. Его глаза открываются шире в предчувствии нашего первого контакта. И оно начинает жадно потирать пальцы. Оно многозначительно указывает на цифры на своем планшете, после чего начинает прыгать на месте. Не могу не отметить, что пахнет существо просто изумительно. Погладить форму жизни по голове. Извините за то, что не можете помочь. Дать юниты. Извините за то, что не можете помочь. Форма жизни кажется разочарована. Она видит мое замешательство и с жалостью дает мне немного юнитов. Что? Требуется 20 углерода для того, чтобы с ним взаимодействовать. Бывает же такое. Ладно, пора уже на выход идти. А погодка здесь хорошая, однако. Так, надо посмотреть, что здесь можно еще взять. Перед тем, как лететь. Опять атлос-пас какой-то рекомендуется. Сфера концентрации очередная. Щит, наверное, не требуется. Обходной чип нужен. А здесь есть что-нибудь? Ой. Исследовать образец. Гек теперь относится к вам лучше. Хорошо. Анализ технологии мультитула. Открыта новая технология. Перезарядка ползмомета ускорена. Для этого цинка не хватает. То есть полезно изучать, да? Вот такие вот места. Так. Это, по-моему, плутоний. Да. Все. Надо уже идти к кораблю. Получается так. Да. Ух. Дела-дела. И уже на другую планету попробовать. А то, что-то я все здесь в пределах вот этой только нахожусь. Так. Вообще, что здесь есть? Во. Вот можно вот туда. Вот к той планете. Блин. Ух ты. Какой же огромный биом. Ладно. Я нацелился вот к этой планете. Значит, к ней и надо. Долго еще дотуда? До прибытия ну достаточно долго, да. Опа. Опа. Или нет. Или я неправильно понял. Что-то мне кажется, что она ближе казалась. Получить технологию гипердвигателя, создать гипердвигатель и заправить гипердвигатель. То есть, наверное, чтобы быстрее можно было, да, добираться. Хорошо, а если приостановиться здесь? Просто посмотреть. Так. Ну, к солнцу не надо. Определенно. Ой, елки-палки. Что-то как-то он, блин, долго. Угол. Обнаружен входящий сигнал. А, понятно. Вот, наверное. Вот, наверное. Так надо ускоряться, да? Жесть просто. У меня аж мурашки по коже идут. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Откуда? Вон с той планеты как раз-таки летел. Да, ощущение, конечно, свободы здесь просто невероятное. Ну, меньше минуты для того, чтобы эту планету посетить, посмотреть, что на ней такое. Ну, что-то выглядит она не очень благоприятна для жизни отсюда. Какая-то красноватая. Так, спокойно. Обнаружена передача с маяка. Где тут маяк? Маяк вне планеты находится вообще. Чего она такая красная-то? Так. Так, 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 так. О! Вот я знаю теперь, где я сейчас буду высаживаться. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь получается. Это нагретый биом. Флора здесь недостаточная. Все ясно. Ой! Чё такое-то? Чё такое-то? Ещё здесь агрессивные очень... Животное в этом биоме. Так. Вот. Это что такое? Это, случайно, не на здоровье? Это просто углерод. Так, корабль. Ладно, я всё понял. Блин, практически 70 градусов Цельсия. Обалдеть можно. Так, это Плутоний, да? Надо зарядить сейчас систему жизнеобеспечения обязательно и полечиться. Вообще, по-любому просто. Не надо сканировать здесь ничего. Блин, чё-то я потерялся. Надо было потому что высаживаться. Потому что надо было высаживаться в нужном месте. Как-то инвентарь полон. Ну-ка. Ну вот, нормально. В тайме 9 он нужен. А, здоровье регенерируется. Хорошо. Прелесть какая. Что там такое? Так, вот корабль. Где-то он там, по-моему. Где-то, по-моему, за вот этим вот холмом находится нужное место. Надо посмотреть. Обязательно. Вообще, какие вокруг планеты видны. Так. А не от той ли планеты? Я прилетел. Мне кажется, почему-то что-то от той. Он есть ещё более дальний. Но здесь очень плохие условия для жизни. Потому что... Ну, просто-просто потому что... Так, ну там есть какая-то пещера. Я не знаю, куда она приведёт. И что в этой пещере. Но также есть база. Вот эту базу надо посетить. Я не знаю, кто-то живёт на этой базе. Так, систему жизнебеспечения надо срочно заправить. Вот как раз-таки вот этим вот баллоном энергетическим. Не буду рисковать приближаться близко к этим формам жизни, так сказать. Болота Фобора. Я так понял, здесь... Очень жарко. Здесь даже не показана температура вообще. Сфера концентрации. Энергетический баллон. Защитный осколок. Точка восстановления сохранена. Я кажется, понял, как здесь надо сохраняться. Нет, здесь наоборот температура почему-то ниже. Под 50 градусов. Всего лишь. Уровни температуры стабилизируются. Элементарь полон. Элементарь полон, да? Надо элементарь освобождать срочно. Защитный осколок. Блин. А что делать тогда? Что за прикол такой? Движение и складывание. Цинк, титан. Платина, геридий, железо. Плутоний. Золото. Нету ячейк новых. Как? Антами нужно использовать. Потом плутоний надо использовать. Чтобы все было заряжено как положено. Так вот. Опять-таки плутоний тот же самый. Что такое? Углерод. Для этого нужно оружие. Оружия что, нет что ли? Какая-то хищная здесь. Флора или фауна, что это такое. Покинуто здание. Это была словно живая рана. Алая. С рваными краями. Как будто это нечто вырвали из другого организма. Нужно было пройти мимо. Думаю, воздух этой планеты давно пропитался инопланетным зловонием. Но проверить это было невозможно. Да и мое любопытство было уже не остановить. Было ли это нечто живым? Его поверхность оказалась влажной и упругой. Затем существо стало подвижным и медленно поползло прочь, перебирая ресничками. Не нужно было его трогать. Анализировать журнал данных. В глубинах журнала данных давным-давно погибшего странника обнаруживается закодированная информация. Здесь оставили что-то, что должно помочь мне в моих странствиях. Термослой Сигба. Пользователь защищен от переохлаждения в холодных мирах. Сеть тепловых трубок равномерно распределяет жидкий калий. Калидии по костюму пользователя, что позволяет поддерживать комфортную температуру тела. Устройство заряжается оксидами. После создания в инвентаре экзокостюма, пользователь работает автоматически. То есть железо и углерод. Для этого нужно... Хорошо. Плутоний. Так, еще. Так, еще плутоний. Обломки. Требуется... Атлас Пас 1. А этого нету. Так, 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 так. Ладно. Надо отсюда уходить. Ага, я так сейчас понял, здесь день, да? Передача с маяка обнаружена. Я думаю, что надо на маяк трой идти сейчас. Скорее всего. Не, ну днем еще относительно здесь нормально. Но все равно чувствуется, что... Температура здесь ужасная. Как здесь еще какие-то формы растений... Существует и при этом какие-то формы жизни. Я просто очень-очень сильно удивлен. Интересно, это другой игрок? Так, я уж потерялся немножечко, засмотрелся. Во. Как здесь вот при такой температуре формы жизни какие-то... Существует? Я не понимаю. Я думаю, сейчас здесь можно еще полетать немножечко по поверхности. При этом на саму поверхность не опускаясь. Только если вот здания какие-то находить. Я так понял, это для... Для человека, допустим, это уже... Так, не ту кнопку нажал. Для человека это уже... Планета непригодная для жизни, мне кажется. Так, можно посмотреть, конечно, чтобы не бегать здесь лишний раз. Так, вот, да. Сюда, а здесь посмотреть надо. Маяк я обязательно посещу. Это по-любому не вопрос. Так. Пока что здесь больше ничего. Но опять же, температура на этой планете, она... Оставляет желать лучшего. Это не та планета, на которой можно жить. В отличие от предыдущей. Так. О, здесь надо походить, посмотреть. Долина. Во. Это тоже пункт сохранения? Просто не совсем понимаю. Требуется обходной чип. Ладно. Хорошо. Опять-таки, плутоний. Но, плутоний, он везде используется. И для того, чтобы заряжать предметы. Так что нормально. Ну и здоровье восстановить не помешает. Так, а в самом здании в этом что? Что-то не совсем понял. Ага. Гек теперь относится к вам лучше. Модификация какая-то. Технология, но дальность действия сканера увеличена. Вот это очень полезно. Надо будет иметь в виду. Так, ну опять-таки. Ух ты. Что это там такое? Очень красиво здесь. И немножечко страшновато, конечно. С такой температурой. Мощной. Очень-очень атмосферно. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх. Добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока. Пока.